А у нас в гостях обещанные гости Екатерина Мартынова и Ангелина Столярова, специалист по ароматерапии. Доброе утро, девушки. Тут такой у нас аромат, просто жалко, что телезрители сейчас не слышат. Невозможно передать. Расскажите, пожалуйста, с помощью каких ароматов можно создать весеннее настроение? Совершенно верно, да. Даже когда мы говорим с людьми, они говорят, чувствуется, весна пришла. Они так вздыхают, чувствуют, что они какой-то аромат именно ловят. И хочется и дома создать, и где-то, например, в офисе, чтобы было такое именно весеннее настроение. Особенно, когда за окном снег лежит. Да, 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 совершенно верно. И советуют использовать для этого цветочное масло и цитрусовое. Вот, пожалуйста, это аромат грейпфрута. Он вам придаст бодрости. И тут же секрет маленький скажу, да, что если в духах у женщины, у девушки есть аромат грейпфрута, то она в глазах мужчины выглядит на 5 лет моложе. На целых 5 лет. Ой, кто это? Я не узнаю вас, девушка. Вот потому что у меня вот-вот-вот. И вот такой еще вам один тогда вот аромат, это именно цветочный, это аромат розы. Ой, это я люблю. А так, в принципе, вы можете использовать все эфирные масла, масла цветочных и цитрусовых. А соль, могу ли я просто предоставить вот тебя нашим гостям? Я просто, я не могу уже разговаривать. Давай, наслаждайся, а я у девушек спрошу. А вот главные ароматы для придания бодрости после долгой зимы? Ну, у нас есть очень интересная смесь для этого. Это розмарин. Интересное масло, оно даже позволяет увеличить память на 65%. У меня как раз флешка заполнилась здесь. Держи, это для тебя. Это эфирное масло мята, которое бодрит, обладает сильным антибактериальным эффектом. Или манграс. Вот это был розмарин, а это? Это мята. Или манграс. И если вы сейчас полосочки вставите веером, то вы услышите букет. И эта смесь восстанавливает очень хорошо. Помогает после депрессии, после упадка силы, после сильной тоски. Она придает сил и мобилизует организм. Слушайте, действительно, действительно, у меня прямо чувство, я хочу открыть бизнес, я хочу творить, я хочу снять фильм. Давайте еще раз повторим, какие масла нужно использовать? Розмарин, мята, лемонграс. Можете их использовать в равных пропорциях. Розмарин, мята, лемонграс. Да, мята перечная. А как использовать масла? Вы можете это накапать, допустим, в папури. И, если, например, у вас здесь стояло, например, сухоцветы, вы бы одну каплю могли. Либо в ромолампу, метод испарения. И вообще, метод ингаляции, он, наверное, один из самых сильных, когда аромат попадает именно, как мы разговаривали, непосредственно в мозг. Вдохлообонятельному нерву. Да, да, да. И поэтому такой мгновенный эффект. А могут ли ароматы помочь в борьбе с каким-то простудным заболеванием? Вот сейчас весна, и многие заболевают, хочется как-то вот так вот. И еще и вкусно, и полезно. Вот здесь они вообще работают как бы на раз-два-три. Они здесь большие специалисты. И даже, например, эвкалипт, он может поспорить с некоторыми медицинскими, химическими компонентами. Вот, например, эвкалипт. То есть он отлично работает с дыхательной системой, прочищает нос. Вот я чувствую, у меня прочищает нос. Вот такие назальные ингаляторы. Туда можно закапать всего лишь одну капельку эвкалипта, одну капельку мяты. Нет, у меня бизнес. Вот, носить с собой и несколько раз вдыхать в день, и тогда никакого насморка не будет. То есть долго не выветривается, да? Это чудесный букет, я не могу остановиться. Я не знаю, что со мной будет после эфира, но мне кажется, я... Откруйте бизнес. Мне кажется, сегодня, да, сегодня что-то. Хорошо, еще один актуальный для весны вопрос. А можно ли с помощью ароматов похудеть? Ничего себе. Вот это, если вы скажете да, вы меня очень сильно удивитесь. Мы скажем да. И причем это можно сделать очень вкусно, потому что для этого мы будем использовать эфирное масло ванили. Ассоль, пожалуйста, Ассоль, делись всем, кому это надо, прошу тебя. Хорошо, бери. И тоже у меня это вдыхание. До еды, во время еды и после еды, по одному разу. Если вес сильно избыточен, то это можно сделать до 300 вдохов в день. Ваниль помогает бороться с пристрастием к сладкому. То есть она насыщает эту потребность, и поэтому вам не хочется есть. Так, очень полезно. Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, а вот детям можно ли вдыхать аромамасла? Какие-то да, а какие-то, конечно, нет. На разные масла существуют ограничения. Вот, допустим, мяту, которую вы уже слушали, нельзя использовать до 6 лет. Потому что она плохо воздействует на мозг ребенка. И вообще вот даже есть информация до года. У нас вчера был ароматерапевт с семинаром. Она рассказывала, что в Британии даже до года стараются, приходят к тому мнению, что не используют эфирные масла вообще, используют гидролаты, так называемые цветочные воды. А вот, например, вот ваниль, вы сказали, потребность в сахаре как бы уменьшает. К сладким, сладким, да, сладким. Вот, а детям можно ванить? Детям... Чтобы я возле кассы, когда он начинает шоколадку просить, держи, держи, и тихонько-тихонько увел его из магазина. Можно ли это сделать? А сколько лет ребенку? 4 года. Можно. Можно, да? Так, все. Типа улом, смотри, вот давай раз, 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 оп, и мы уже дома. Знаете, добавлю, да, вот есть, например, эвкалипт, который вы сейчас послушивали. А есть такой эвкалипт лимонный. Он такой с легким оттеночком лимона. Вот его тоже детишкам можно. Да, его даже лучше. А для чего? Это может ли успокоить? Есть же момент, когда у ребенка резкий вброс адреналина, и он начинает не просто быстро бегать, а вибрировать прямо. Вот можно ли успокоить, успокаивающее что-то? Можно, да. Давайте тогда вот лаванду, да, посмотрим как раз вот, да, от лаванда. И знаете, в нашей аромошкольной у нас есть такой секретный массаж. Он называется М-техника, когда, как раз, используется в таких случаях, или когда стоит к врачу ребенок и начинает вот истерить, да? То есть ты ему ничего не говоришь, просто там, он говорит, да, 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 да. И делаешь быстренько, легенький такой массаж, и ребенок сразу же сам успокаивается. Это лаванда? Это лаванда. Горная лаванда. Просто прямо можно уйти куда-то, если закрыть глаза. Ну, очень приятно, что вы так реагируете на эфирные масла. Я думаю, он уже... А это нормально, что мы так реагируем, или это... Это прекрасно вас это характеризует. Ой, классно. Он уже решил, мне кажется, что дарить любимым женщинам на 8 марта. А мне вот такой вопрос. При двери 8 марта хочется держать свое жилье особенно там как-то благоухающим, и чтобы была красота везде. А можно ли использовать эфирные масла в качестве дезинфекции, вот при уборке, например? Вот такой вопрос. Да, можно. Совершенно верно. Вот эвкалипт, который у вас, листочек уже где-то есть, да? Да, есть, явно. Когда, значит, вы ведерко воды налили, немножечко в чашечке соли кладете, капаете несколько капель эфирного масла эвкалипта, соль кладете в воду, она там размешивает эти эфирные масла, и вы начинаете убираться. Получается дезинфекция в помещении, приятный, свежий такой, как вот озоновый, как будто вы где-то в горах находитесь, такая чистота, да. И если это делать в бизнесе, в офисе, то это быстро приводит клиентов. Это очищает энергетику, и прямо клиенты чувствуют, понимаете, у нас просто, да, такой секрет к вашему бизнесу. Подскажите, пожалуйста, подскажите, вот мне очень интересно, у меня есть самый любимый в жизни мой запах, это запах вот после дождя, вот как на улице, как земля после дождя. Есть ли какой-то, я не скажу, аналог, я не скажу аналог, но что-то близкое к этому. А вот эвкалипс, может вам это напоминать? Эвкалипт напомнит мне, что я сейчас увижу коалу, скорее всего. Но он дает именно вот эту чистоту такую, это озон такой, да. Это эвкалипт, я запомню. А можно ли эфирные масла добавлять вот в кремы, вот, например, чтобы вот придать более, как бы, насыщенный, скажем, эффект крема? Ну вот в косметологии используется? Безусловно, но крем для этой цели должен быть натуральным, потому что эфирное масло имеет очень тонкую молекулу, маленькую, и оно тащит за собой вредные ингредиенты внутри клетки. Допустим, если парабеновые консерванты, да, самый такой простой пример, и это вы получите токсин. Поэтому либо вы берете какой-то очень качественный крем, вот, либо делаете масло, массаж маслом. То есть можно, да? Да, конечно, безусловно, безусловно. Спасибо вам огромное. Вы действительно нам придали такое настроение, уже все прям почувствовали мы весну. Поздравляем вас с наступающим праздником женским, конечно же. И радуйте себя, радуйте окружение вот такими прекрасными ароматами. Спасибо. Ароматное вам настроение сегодня. Шикарный аромат настроения благодаря вам. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok